В Москве 2 марта может пройти митинг памяти Алексея Навального и Бориса Немцова. Заявку на проведение марша подал глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Ее должна рассмотреть мэрия Москвы. Где находится тело Алексея Навального до сих пор неизвестно. Матери Навального следователи заявили, что не выдадут тело еще две недели. Новости о смерти Алексея Навального в колонии за Полярным кругом повлияли на политические настроения в США, в том числе и среди представителей Республиканской партии. А сенаторы-демократы вновь призвали разблокировать помощь Украине. Может ли смерть российского оппозиционера усилить помощь Киеву? Обсудим в прямом эфире. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня вторник, 20 февраля. И это утро с вами встречают Алексей Александров и Анна Бравко. Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящее время», не подпишитесь, поставьте лайк. Эта трансляция так ее увидят больше людей. Начинаем с главных новостей. Начинаем с главных новостей «Утро». Владимир Путин на третий день после смерти в колонии на Ямале российского оппозиционера Алексея Навального присвоил новые звания нескольким чиновникам Российской службы исполнения наказаний. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации 19 февраля. В частности, новые звания получили первый замдиректоров СИН Валерий Бояринев, а также замдиректора Александр Розин. Им присвоены звания генерал-полковника и генерал-лейтенанта внутренней службы, соответственно. Связано ли присвоение очередного воинского звания этим чиновникам с событиями последних дней, в приказе не говорится. В Кремле это пока не комментировали. В Москве хотят провести марш памяти Алексея Навального и Бориса Немцова. Заявки отправили политики Екатерина Дунцова и Андрей Нечаев. Нечаев – глава партии «Гражданская инициатива», который выдвигался в президенты Борис Немцов. Провести мемориальную акцию планируют 2 марта. Заявленное число участников – до 50 тысяч. Добавлю, что за последние три года власти Москвы не согласовали ни одну массовую публичную акцию. Формальная причина запретов – пандемия COVID, хотя официально ВОЗ заявил об ее окончании в мае 2023 года. Добавлю, что мемориалы в память о Навальном появились без малого в двух сотнях городов и поселков России. Их подсчет ведет телеграм-канал «Сводка». Европейский союз потребовал от России провести независимое, прозрачное международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Также ЕС планирует ввести новые санкции против России, сообщает «Голос Америки». О гибели оппозиционера накануне от своего адвоката узнал политик Илья Яшин. Он отбывает срок по делу о так называемых фейках о российской армии в Смоленской ИК-3. Адвокат Михаил Бирюков написал пост о том, как навестил Яшина в колонии. И тот встретил его словами «Скажите, что это неправда». Алексей Навальный, как и Борис Немцов, были его близкими друзьями и соратниками. При расставании с юристом Яшин попросил передать всем, чтобы не опускали руки и не сдавались. Российские СМИ сообщили, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. В 2023-м он перегнал из Курска в Украину вертолет Ми-8. Через несколько месяцев после этого в сюжете новостей на федеральном канале «Россия-1» офицеры ГРУ говорили, что получили приказ на устранение перебежчика. Информацию о смерти Кузьминова ряда украинских медиа подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Издание «Украинская правда» источник в разведке Украины рассказал, что российский пилот решил переехать в Испанию вместо того, чтобы оставаться в Украине. Смерть Кузьминова также подтвердила сосылка на неназванные источники информационного агентства, принадлежащие правительству Испании. Сообщается, что пилот жил в Испании с украинским паспортом на другое имя. Его тело нашли неделю назад, 13 февраля, в провинции Аликанте. В Салихарде, в Ямало-Ненинском автономном округе, отключили веб-камеры уличного наблюдения после того, как журналисты Медиазона обнаружили конвой ФСИН, который мог перевозить тело Алексея Навального в Салихард. Видео с конвоем журналисты опубликовали на Ютубе. Редакция скачала архивы с двух камер в период с 11 по 17 февраля и загрузила их на Google Drive и в Telegram. Теперь же местный интернет-провайдер Connect закрыл доступ к трансляциям с камер. Почти четверо суток прошло с момента, как в ФСИН сообщили о смерти в колонии «Полярный волк» на Ямале Алексея Навального. И с тех пор родственники оппозиционера не знают, где находится его тело. Все подробности расскажет Тимофей Рожанский. Пока Людмила Навальная вместе с адвокатом не могут даже найти тело политика. Весь день они искали его в Салихарде, пытались попасть в морг, в больницу, но все безуспешно. Официальный ответ Следственного комитета. Им нужно еще 14 дней для судебной медицинской экспертизы. Но соратники политика в это мало верят. Они буквально врут и обманывают, и заметают следы каждым своим словом. Они намеренно тянут время. Опять же, как я начала, мы это прекрасно помним по Омску, потому что в Омске происходило ровно то же самое. Никого не пускали. Абсолютно... Вот мне сложно вам это донести до вас. Масштаб этого, наверное. Это какая-то чудовищная насмешка и издевательство, возведенное в какой-то катастрофический масштаб. Когда ты в самом деле пытаешься зайти, просто зайти в больницу, в данном случае в морг, а тебя не пускают. Тебя просто как ребенка обманывают. Буквально закрывают одну дверь, закрывают другую дверь, и ты между ними мечешься. Но вот ровно это они и делают, именно потому что они явно не хотят выдавать тело. Первая очевидная версия невыдачи тела – власти пытаются скрыть следы предполагаемого убийства. Издание «Новая газета Европа» уже написало о синяках на теле Навального, которые он получил еще при жизни. А также о том, что на территории колонии «Полярный волк» ввели особый режим накануне известия о смерти политика. И вторая версия, которую рассматривают соратники Навального. О ней не рассказала политик Любовь Соболь. Путин боится Навального даже мертвого. Он боится демонстрации народной любви. И он не хочет, чтобы произошла какая-то траурная процессия в Москве на кладбище, чтобы это кладбище стало местом, куда стекаются люди, где лежат цветы, где неустанно несут какую-то вахту волонтеры, как это происходит на мосту, где убили Немцова. И вот эта демонстрация народной любви, я думаю, даже у тебя пугает Путина. Он же всегда рассказывал, что Навальный — это никто, это пациент Берлинской клиники, это какой-то незначимый для России человек. Но очевидно, что это значимый человек в мировом масштабе. И поэтому я боюсь, что даже похоронить тело могут не дать. Выдать тело Навального матери потребовали десятки тысяч человек. Не меньше 60 тысяч подписей оставили под заявлением. В следственный комитет на правозащитном сайте ОВД-Инфо. Кроме того, люди продолжают создавать народные мемориалы. В Ижевске, например, запустили в небо воздушные шары, которые остались от президентской кампании Навального в 2018 году. И, конечно, несут цветы и портреты в разных городах России. Их задерживает полиция. Татьяна вышла с одиночным пикетом в Новосибирске. Было написано, Леха, я тебя люблю, ты наш герой. И с Навальной значит свобода, а Путин значит убийство. Я простояла, наверное, минут 30, 20, 30, что-то такое. И подошла полиция. Они зачитали мне ФЗ-54, который я прекрасно знаю, абсолютно спокойно. Сказали, что да, вы имеете право на пикет, главное, не собирайте митинг. Я сказала, хорошо. И меня тут же забрали в машину. Посадили в обезьянник. Вообще в это время обычно составляется протокол, но либо не составляется, бывало по-разному. Поэтому я сидела, ждала, положенные эти три часа по закону, когда можно задерживать. Но в итоге меня просто отпустили. Я спросила, будут ли какие-то дальнейшие санкции. На что мне сказали, пока не знаю. Будем думать. Татьяна стала одной из как минимум 389 задержанных по всей России. Это данные ОВД-Инфо. Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Навального. Это заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеппе Борреля. Об этом он вчера заявил после встречи в Брюсселе с Юлией Навальной. Она вчера провела в Брюсселе несколько встреч, в том числе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Накануне Юлия Навальная также заявила, что продолжит дело мужа. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном на Ютубе. Это видео меньше чем за сутки посмотрели почти 5 миллионов человек. Сейчас оно занимает первое место на вкладке в тренде в Ютубе на русском языке. Юлия Навальная говорит, что соратники политика знают, из-за чего конкретно цитата. Путин убил Навального и скоро расскажут об этом. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не бойтесь. Сейчас в нашем эфире Александр Морозов, политолог, преподаватель Карлова университета в Праге. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Как вы видите смысл этого обращения Юлии Навальной? Она правда собирается заменить Алексея как лидера российской оппозиции? Во всяком случае, надо читать ее слова буквально. То есть, что она хочет быть не лидером оппозиции, это слишком узкое понимание. Она хочет продолжить дело Алексея Навального. А Навальный в последние годы был не просто одной из фигур оппозиции. Он был чем-то вроде такой надполитической фигуры в известном смысле. Потому что он через голову уже не существующих политических возможностей. А очевидно, что начиная с 2019 года как минимум, все пространство, в котором в России возможно какое-то коллективное политическое действие, это все исчезло, схлопнулось. И действие уже лежало в сфере, в моральной сфере во многом. А самой объединить такое облако народного горя, если выразиться так, которое охватывает многие семьи. Потому что очевидно, что она обращается к российским семьям как мать своих детей, как жена убитого, очень яркого человека. И убитого, не просто убитого, а целенаправленно замученного. Таким образом, мы пока не можем сказать уверенно, в каком направлении будет развиваться ее активность. Но это сейчас, мне кажется, и не нужно прогнозировать. Ну вот еще один важный момент, как мне кажется. То, что с Юлией Навальной в эти дни встречаются лидеры ЕС. Это значит, что Россия уже полностью повторила сценарий Беларуси, где с Лукашенко уже никто не говорит, но зато все говорят с Тихановской в Европе. Да, конечно, в этом смысле слова, ну, в сравнении с Беларусью всегда такие, они очень рискованные, потому что это все-таки две разные по масштабу страны, Россия и Беларусь, и, соответственно, разные общественные настроения внутренние. Есть близость политических машин, но тоже есть и разница большая. Но смысл здесь в следующем. Да, мы видели на Мюнхенской конференции по безопасности не только Юлию Навальную, но и прекрасное выступление трех российских очень ярких политических фигур. Это Жанна Немцова, Екатерина Шульман и Галина Щербакова были на одной панели, и, собственно говоря, и вместе с Юлией Навальной они были в эти дни там. Иначе говоря, здесь надо подчеркнуть, что как бы этот спектр людей, благодаря тому, что Кремль выдавил из страны колоссальное количество деятелей культуры, гуманитарных академиков и кинодраматургов, режиссеров, актеров самых разных жанров, спектр стал очень большой. И за пределами страны теперь большое представительство свободной России. Гораздо больше, чем это было пять лет назад, когда за пределами страны было два-три иммигрантских политических центра. А сейчас это очень большая среда. И в этом смысле слова Юлия Навальная, она здесь абсолютно на месте. То есть будет, у нее окажется довольно много очень ярких и, мне кажется, очень ярких и сильных сторонников. Потому что, конечно, убийство Навального, на него откликаются и там Юрий Шевчук, и там писатели очень крупные, известные. Так что она здесь окажется не одинока. Александр, спасибо вам огромное. Александр Морозов, политолог, преподаватель Карла университета в Праге, в эфире Настоящего Времени. 45-й президент США Дональд Трамп на третий день после того, как ВСИН сообщил о смерти в колонии Алексея Навального, упомянул имя лидера российской оппозиции, написав пост в своей соцсети Truth. При этом Трамп прямо не прокомментировал гибель Навального и не упоминал руководство России. Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой крупные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Бывший пост пред США при ООН Ники Хейли, которая тоже выдвинула свою кандидатуру на выборах президента США от республиканской партии, раскритиковала пост Трампа. В соцсети X она написала, что Трамп мог осудить Путина или похвалить мужество Навального, но вместо этого цитата он сравнил нашу страну, то есть США с Россией. Журналисты российского издания «Медуза» обратили внимание, что после смерти Навального пользователи соцсетей критиковали Трампа за то, что он, как и Путин, никак не комментирует произошедшее. Напомню, президент США Джо Байден сразу же после новостей о гибели Навального выступил со специальным обращением. Байден заявил, что в смерти Навального виноват лично президент России. После информации о смерти Навального члены Демократической партии США с новой силой начали призывать Конгресс одобрить выделение военной помощи Украине. Об этом пишет издание «Политика». Член Нижней Палаты Конгресса Билл Китинг заявил, что это событие, цитата, подчеркивает жестокое авторитарное правление Путина. Его коллега Билл Паскарл назвал Путина, цитируя, «военным преступником, который массово убивает». И журналисты также приводят слова сенатора-демократа Джона Феттермана. Члены Палаты представителей, которые блокируют важнейшую помощь для Украины, просто дают пять Путину, который только что убил своего самого громкого и явного критика. Законодатели от Республиканской партии США также отреагировали на информацию о смерти Навального, и в своих заявлениях они критикуют Путина, а некоторые из них, как и демократы, призывают проголосовать за выделение военной помощи Украине. Путин должен быть наказан. Конгресс США должен предоставить помощь Украине для защиты демократии, потому что такой бандит, как Путин, не остановится и убьет любого, кто встанет у него на пути. Напомню, из-за противоречий между республиканцами и демократами Конгресс с прошлого года не может проголосовать за выделение военной помощи Украине. Белый дом и Пентагон неоднократно призывали законодателей утвердить план финансирования на сумму в 60 миллиардов долларов. США опасаются, что без этой поддержки украинская армия не сможет предотвратить российское наступление на фронте. Сейчас в нашем эфире Валентин Барышников, обозреватель Радио Свобода, ведущий канал о выборах в США. Валентин, приветствую. Добрый день. Действительно ли республиканцы после убийства Навального или смерти Навального, точно мы пока об этом не знаем, могут смягчить свою позицию по поводу помощи Украине? Понимаете, тут надо разговаривать о том, что происходит в деталях, потому что, когда вы говорите «республиканца», вы обобщаете, потому что «республиканцы», то, что мы видим, это на самом деле свидетельство расколу внутри республиканской партии, который Трамп, который выдвигается, очевидно, наиболее популярен внутри республиканской партии, и все считают, что он станет кандидатом республиканской партии на выборах. Его поддерживает, грубо говоря, 60% республиканцев, но значительная часть республиканцев не готова еще поддержать его. И то, что наиболее характерно, это видно как раз во внешней политике. Трамп, как известно, ему нравится, он как-то очарован возможностями авторитарных и деспотичных лидеров, тем, что они могут действовать, как им заблагорассудится. И он, наоборот, критикует своих союзников США по НАТО. И в результате звучит это так, будто он скорее на стороне противников США, чем союзников. И это вызывает раздражение в значительной части республиканского истеблишмента. И, вероятно, это и причина, почему Ники Хейли так долго в компании, хотя, очевидно, она проигрывает, она нигде пока не выигрывала ни в каких штатах Праймерис. И, очевидно, на этой неделе она с треском проиграет Праймериса в ее родной Южной Каролине. Это серьезный вопрос, но вот она продолжает кампанию, очевидно, она выражает вот это чувство значительной части республиканцев, меньшинства, но значительного меньшинства, что Трамп не совсем тот кандидат, которого они хотят видеть. И это вредит Трампу, но ничего, он не может с этим ничего поделать. Вот он такой человек. Не может он сказать, что Путин лично виноват в смерти Навального, а Навальный герой. Не может. Вот что-то внутри ему не дает этого сказать. Ну вот насколько массовые эти призывы, насколько массовые связаны призывы, собственно, разблокировать помощь Украине именно со смертью Навального? В том, что вы говорите об Украине, надо понимать, что поддержка Украины, в принципе, это популярная вещь в Америке. Это не то, что кто-то там... Там есть внутренние дискуссии в американском обществе о том, насколько сильно надо поддерживать. То есть там, грубо говоря, около половины электората считают, что может быть слишком много дают Америке, но другая половина считает, что нормально только столько, сколько сейчас или можно даже добавить больше. То есть, вы понимаете, там нет массового движения за то, чтобы полностью прекратить. Но просто сейчас из-за того, что вот из этих разногласий и внутри республиканской партии, и конфликта между, понятно, между демократами и республиканцами, помощь Украине, как и Израилю и Тайваню, оказалась в заложниках кризиса. Все связалось в огромный клубок с кризисом на южной границе. Это просто предвыборная вещь. И в результате это заблокировано. Возможно, что вот такое, то, что путинский режим напомнил о том, что он такое беспреместное зло, поможет всем чуть-чуть отложить это и продвинуть эту помощь. И в этом отношении да, это возможно. Хотя это предмет политических сложных комбинаций. Я вот не стал бы точно это говорить. Но в принципе к этому идет. Но оно к этому шло и без того, чтобы все-таки как-то поддержать Украину нужно. Валентин, у меня последний вопрос. У нас 30 секунд. Мы можем предсказывать сроки каких-то возможных новых голосований по этому пакету помощи, в том числе Украине? Ну, Байден критикует республиканских конгрессменов, потому что они ушли в отпуск. То есть это пара недель. Пара недель и после этого будет голосование. Ну, я такое предсказание я не берусь на себя взять, но можно предоставлять себе, что так, да. Понял. Валентин, спасибо вам огромное за вот эти детали. Очень интересно. Валентин Барышников, обозреватель радио «Свободы». Мы говорили о том, могла ли смерть Алексея Навального в российской колонии повлиять на настроение в США по поводу помощи Украине. Спасибо огромное. В эту субботу, 24 февраля, вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. На нашем телеканале, на канале «Настоящее время» в этот день будет идти специальный эфир, и в течение всей вот этой недели мы будем показывать материалы наших корреспондентов по поводу войны. И сегодня в нашем эфире репортаж Юлии Жуковой из Харькова. Салтовка – самый большой и самый разрушенный спальный район Харькова. До начала полномасштабной войны здесь жили около полумиллиона человек. Мария Александровна, учительница младших классов, вернулась домой из эвакуации с двумя детьми год назад. Если когда мы вернулись, то парковка была почти пустая, то сейчас иногда не знаешь, когда машину поставить. Близость к российской границе и регулярные обстрелы города ракетами женщину не остановили. Так сильно хотелось вернуться домой. Что нравится в Харькове, что жизнь не останавливается. Стреляют, стреляете, все своими делами занимаются, и всё. И вот после очередной утренней российской атаки, как ни в чём не бывало, Мария Александровна собирается на работу в школу, которую построили прямо на станции метро. Ты хотя бы видишь их. А через экран я напишу, я не успеваю, слёзы, и что ты сделаешь? Воздушная тревога в Харькове продолжается. Мария Александровна едет на первый урок. Сирена здесь звучит настолько часто, что женщина её уже просто не замечает. Да, да, я уже даже не слежу, потому что всё работает. Тем временем автобус с сопровождающими на остановке забирает детей. И хоть утро в городе было громким, первоклассники едут в подземную школу на позитиве. Мария Александровна встречает своих учеников уже под землёй на входе в метрошколу. Ну что, несмотря на утренние российские обстрелы, занятия в подземной школе начались без опозданий по расписанию. Всё это проходит в метро, и здесь сделали настолько хорошую звукоизоляцию, что вот шум поездов, которые проезжают мимо станции, вообще не слышно. Спасибо! Спасибо! Я сбережу. Сбережу, я буду полностью, я познакомилась с тобой. Да? Дети в Харькове учатся в две смены. День в метрошколе, день онлайн из дома. Такие классы расположены на пяти станциях метро. Кроме учителя, в классе есть несколько помощников и детский психолог. Смена Марии Александровны и её первоклассников заканчивается в полдень. Уже через час в этот класс придут на учёбу другие дети. Всё, мои хорошие, до встречи завтра онлайн. Пока-пока. Ну, чекаю. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина. Чекаю, чекаю, чекаю. А сейчас коротко о других важных новостях. Домой в Украину возвращаются ещё 11 похищенных России детей. Издания France Press и Independent уточняют, это дети от 2 до 16 лет. Они либо оставались на оккупированных территориях во время боевых действий, либо незаконно были вывезены в Россию. У части детей родители погибли во время полномасштабного вторжения. Другие воспитанники интернатов от 14-летнего мальчика возвращают маме, которая недавно вернулась из российского плена. В переговорном процессе, который длился более полугода, участвовал Катар. По состоянию, на понедельник все 11 детей находились в посольстве Катара в Москве. Дальше их должны передать родственникам в Украину. В Киеве это пока не комментировали. Израиль впервые назвал дату возможного штурма города Рафах на юге в секторе Газа, где укрывается более миллиона человек. Штурм может начаться 10 марта. США призывают к временному прекращению огня и предложили альтернативный проект резолюции Совбеза ООН. Как следует из сообщений агентства Reuters, штаты выступают против готовящегося крупного наземного наступления Израиля в районе Рафаха. Египетские власти в экстренном порядке возводят дополнительно усиленные заграждения на границе с палестинским анклавом, опасаясь попыток местных жителей прорваться в Египет. Группа Би-2 сообщила об отмене концерта в турецком Кимере, один из менеджеров группы заявил, что это произошло цитата «по очевидным причинам». Напомню, что в конце января участников Би-2 задерживали после концерта в Таиланде. Из-за своей антивоенной позиции группа попала в так называемый черный список российских музыкантов. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что МИД России потребовало дипломатов преследовать за рубежом антивоенных российских знаменитостей и деятелей культуры. Ну а сейчас коротко о главных событиях вторника, 20 февраля и не только. Польские фермеры сегодня планируют ужесточить протесты против ввоза украинской сельхозпродукции в Польшу. Один из организаторов акции в комментарии «Радио Свобода» заявил, что блокировать планируют не только все погранпереходы, но также дороги, морские порты, перегрузочные станции на железной дороге. На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня в Украине чтят память героев «Небесные сотни». Десять лет назад в этот день произошли самые кровавые и трагические события Евромайдана. Всего в противостоянии с силовиками на Майдане в Киеве погибли больше ста человек. Дела против некоторых подозреваемых в расстреле расследуются до сих пор. Часть приостановлена из-за того, что обвиняемые бежали в Россию. В Москве жены мобилизованных анонсировали проведение акции ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения. В субботу, 24 февраля, родственники мобилизованных планируют собраться возле Вечного Огня в Александровском саду. Участницы группы «Путь домой» жалуются, что после смерти Навального на них усилилось давление со стороны властей. И на этом все. Это была программа «Утро» на канале «Настоящее время». Смотрите нас по будням в 9 утра по Киеву и Риге и в 10 по Минску и Москве. С вами были Алексей Александров. Яна Бравко. Не забывайте поставить лайк под нашей трансляцией в Ютубе и Фейсбуке. И обязательно включайте нас завтра.